Приветствую. Добрый день. Я пару слов по себе скажу, чтобы примерно понимали с кем вы общаетесь. Хорошо. Я значит обычный водитель, занимаясь грузоперевозками. Где-то с 30 января, как я только узнал о конвое, я решил как бы создать группу конвой свободы в телеграме. Позже где-то через неделю группа набрала там 300 человек и мы перешли в группу объединения перевозчиков России. Все вместе там 300 человек и всех привел туда. Потому что перевозчики России официально поддержали как бы конвой свободы в Канаде. И теперь я как бы с ними постоянно общаюсь и являюсь одним из организаторов. А как вас зовут, представьтесь. Меня зовут Максим Анатольевич Озема. Откуда родом? Где живете? Забайкальский край, город Чита. Максим, а зачем вы создали группу вообще так, чтобы понимать? Ну вообще я как бы не удовлетворен работой нашей власти по поводу вакцинации и ограничений. Как бы давно с этим борюсь, ну как борюсь, борюсь в магазинах, там я не знаю, в судах и в остальном. Когда я первый раз услышал о конвое, как бы загорелся ихним движением, ихними целями, начал интересоваться и создал группу поддержку. Ну тут два же варианта может быть. Либо мы там, что крестьяне, то и обезьяне повторяем за Канадой, либо у нас есть какой-то действительно замысел, посыл. Если замысел, посыл есть, понять бы в чем он заключается. Ну да, у нас как бы реалии другие, не канадские. Реалии России намного жестче. Жестче не в плане того, что там у нас крутые ограничения. Закона у нас по-русски. У нас выйти на улицу с пустым листочком сейчас нельзя. Да почему нельзя? Потому что? Потому что у нас по закону запрещено сейчас собираться, во-первых, демонстрации, только одиночные пакеты и то... А для чего это сделано? Для чего это сделано? Чтобы не мешать проводить военные операции. Так, и то есть это все получается группа протестная в конечном итоге против военной операции? Как это связано, раз мы про нее вспомнили, или почему? Нет, абсолютно не связано. Я ее вспомню только потому, что сейчас сложнее собрать людей. Так, ну а вот первоначальный позыв. Насколько я помню, поправьте, если не так, Канада вставала в конвой, это грузовики переграживали трассу по той простой причине, что штатский режим въезда был отличный от канадского, и там и не всех пропустили с грузами ребят. Вот требовалось какая-то по ковиду там какой-то регламент выполнить. Да, и они поэтому восстали и держали трассу. А вас, вас куда не пустили? Или просто так, на ровном месте? В Канаде там было как? Их пропускали через границу, да? А кто не вакцинирован, тех держали две недели, две недели на карантине. То есть две недели держат в одну сторону и две недели в другую. То есть всего одна поездка получается. Это напрямую решает их работы. Но у нас никого не решали, но вы тоже решили потусоваться и делать протестное движение. Но почему у нас решали работы людей, которые отказывались вакцинироваться? Кого, как решали? Куда вас решали? Чего решали? Ну вот у нас есть предприятие, например, на котором я работал. Это юго-восточные электрические сети. Там отстраняют работников от работы в неоплачиваемый отпуск, если он не вакцинирован. Ну это же выбор человека. Он может придерживаться норм общества, либо не придерживается. Он может нарушать что угодно, не подчиняться чему угодно. Он может не ходить в одежде, но тогда его не будут приветствовать на улице, да? Хочешь без одежды ходить, вот уйди в лес и ходи там без одежды. Или закройся в квартире и ходи там без одежды. Но в общество, в какие-то организации ты без одежды не иди. Но это как бы общество делает какие-то нормы. Те же нормы касаются вакцинации. Люди определились вот так, да, что мы будем вакцинироваться или не будем. Но всегда есть группа маргиналов, которая что-то недопоняла и против. И вот она не согласна. Это про это или не про то? Или у вас какая-то другая протестная база? Нет, другая. Понимаете, вот я, например, лично сам, многие сторонники нашей группы, да, они не против него, не прививок, не против вакцинации вообще в принципе. То есть мы всех детям ставим прививки, тебе ставим прививки. Мы протестуем, тогда не понял, если не против прививки. Протест за что? Мы протестуем против прививки, которую вот новую, которую создали. Она еще не прошла клинические испытания, да? Да. Вы специалист по клиническим испытаниям или вы любой целлофаном уши вам запихнут и вы верите? Или как вот эта точка зрения про клиническое испытание, она у вас как сформирована? Где-то вы что-то прочитали, да? И решили мы пойдем воевать. Это я прочитал на сайте Минздрава, который нам пишет, что третья стадия закончится только в этом году, а четвертая в следующем году закончится. Ну вот официальная позиция отечественной медицины, она такая, что прививки ставить надо. А официальная позиция группы маргиналов такая, что не надо. Ну вот с чего это начинается? Ну вот допустим, прививка против ОСПы. Если бы вы были не привиты, вы бы пошли протестовать, перекрывать трассы в России КАМАЗами или не пошли? Вот здесь вопрос касался прививки от ОСПы. Вы бы делали так или не делали? У вас же протест бы состоялся или не состоялся? Протест бы не состоялся, потому что проверенные прививки мы готовы ставить. Ну вот проверенные, грубо говоря, у вас хватает только проверенность, да, фактор, примите на КАСПе. Если новая ОСПа, вот это вот, допустим, ОСПа кого-то, обезьян, прививки будут против ОСПы обезьян, вы пойдете, не пойдете ли, только у вас именно проверено, не проверено, бумажка, не бумажка. Ну желательно, чтобы она была проверена и стопана. Понятно, желательно, чтобы проверено. Но вам специалисты говорят, что вот да, на этом уровне мы допустили эти прививки. Мы проводим дальнейшие испытания и будем их проводить. Вам открытым текстом говорят ситуация. Какая ситуация? Что да, будут проверять, можно вести себя по-другому, испугаться, залечь в окоп, наблюдать за ситуацией. Допустить возможность, что товарищи медики не желают зла населению своей страны, потому что среди этого населения и так же самое их дети, внуки, сестры, жены находятся, братья. И они не хотят глобально никого у себя в стране этими прививками отравить. Суть протеста. Вы профессионалы, что вы определяете? По наличию бумажек, какой список достаточно, какой недостаточен. И решили, или просто побыковать решили и нашли повод, что там не до конца проверено. Мы не профессионалы, вот именно, что мы в биологии не разбираемся. Мы прививки ставим, это понятно. Но есть не прививка, которая создается 4-6 недель, да? Вы же не разбираетесь в этом. Вот вам доктора профессионально сказали, что надо ставить эти прививки, можно их ставить. То есть целая государственная семья система вам сказала, что это надо, нормально, это можно ставить. Давайте ставить прививки, зовем вас ставить прививки, приходите. А вы такие, мы не профессионалы, но мы против. Мы камазисты решили. И чем вы решили? Вы решили переградить, в конечном итоге собираются для чего-то протестные акции? Вы будете трассы перегораживать в России? Нет, 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 нет. Просто так мы не будем протестовать, чтобы вы слышали ваше мнение? Для чего вы грубо? Только, чтобы вы слышали, что мы, и может быть кто-то нас поддерживает, что мы не одни, вот такие. Ну, вот, 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 зачем ты собираться в кучу? Вот если у тебя есть там мнение, напиши статью там образно, зачем именно толпу? Ну, да, это вот, ты точно, тебе никто не посоветовал создавать? Поддержка есть? Да. Кто тебя поддерживает там в настоящий момент из организации, из каких-то из людей? Значит, есть объединение перевозчиков России. Вот, там, как поддержка, форма одежды, форма поддержки только информационная? Или что-то там помогают? Ну, мне, 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 в принципе, помощь не нужна, только информационная, только распространение, да? Нет, но они помогают или нет? Да, помогают. Чем помогают? Ну, во-первых, распространением информации. Ну, понял, раз. Привлекает людей неравнодушных, да? Ну, раз, два. Так. Материально чем-нибудь помогают? Материально нет. Материально у них, как вот, у нас есть план, например, да, определенный, как мы будем действовать? Объединение перевозчиков России разработала такой план. Значит, первое, это значит, информационная поддержка, привлечение людей. Потом мы собираемся конвой. При начале движения там уже возможна финансовая поддержка. То есть, солярка, продукты. То есть, то есть, предусматривается поддержка. Как ты думаешь, чья это поддержка? Это Федор Потапов? Нет, Федор Потапов, Федор Потапов, Кузьмин это решил денежек? Или какие-то фонды, которые направлены на разжигание протестного движения России, чтобы мы все здесь фором начали по разным направлениям быковать, потом грызть друг другу глотки, потом друг друга убивать? Тебе на что это напоминает? На первое или на второе? Или это правда неравнодушные граждане решили, а вон там камазисты, Максим, хороший человек, про которого мы не знаем, давай-ка мы будем поддерживать его движуху, вдруг из этого вырастет какое-то нормальное кровопролитство. Такая версия возможна или невозможна? Как ты вообще на это смотришь? Ну я думаю, что будут желающие, которые собираются там устроить какую-то провокацию, естественно, это было и в Канаде, но мы за этих граждан не будем поддерживать, и деньги такие мы тоже не приветствуем. А, ну-то отдельно взятый, подожди, как ты можешь приветствовать или не приветствовать? А тебя в этой толпе что-то зависит или нет? Вот ты организовал группу, а дальше тебя как гражданого ведут, и за тебя все решают, решают там денег тебе дать или не дать, когда кто, когда придет, там вместо тебя можно поставить другого Максима, так далее, так прочее. Но толпа уже создано провокацию делаешь, и это раздуваешь как хочешь в нужном направлении. То есть ты работаешь на, в большинстве случаев иностранного агента, создаешь протестное движение в России, то есть выкуешь, действуешь против страны, разрушаешь нашу страну за счет потенциально денег британского налогоплательщика, все нормально. Ну, пока так это выглядит. У нас пока немножко по-другому, потому что у нас, например, в телеграм-канале, группа где создана, мы отсеиваем не маргиналов всяких, которые хотят власть свернуть, там, Путина свернуть, ну, короче, поменять власть в России. Мы их сразу блокируем, таких людей. Это технический момент на начале, вас даже этому научили. Это действительно так надо делать. Сначала вы убираете всех маргиналов, чтобы они не отсвечивали. Внешне выделяетесь как адекватные ребята, которые вроде занимаются нормальным делом, да, просто под мелочью. А потом вас раздувает и подводит, как надо, куда надо, в нужном русле. Как бы все хорошо в этом плане. Ты не допускаешь такую возможность? Или ты вот прям вот так вот? Возможно, такая детина будет. Попытки будут продолжаться на всем протяжении пути, это понятно. Но здесь собрались мужчины, которые водители, дальнобойщики. Их нет, ими проведешь. Ну да, 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 их не проведешь. Тут у нас любую страну можно загнуть в любую сторону. Вот в Молдавии угнули в одну сторону, поставили сандугнуть в другую страну. Это государство, его можно загнуть. А какое-то движение дальнобойщиков, да кого угодно, куда угодно можно загнуть. Ты этого не понимаешь, что вот можно загнуть, и ты правда вот честно думаешь, да, что ты не инструмент в чьих-то руках, что ты, да, вот, за справедливость, и что ты со своим можешь что-то там решить, и то, что ты себе надумал там с этим коллективом, не коллективом, это умнее, чем думают остальные люди. Ваше же меньшинство, да? Людей большинство. Люди уже проголосовали, мы поставили прививки, да? Есть группа маргиналов антипрививочников, которые нанесли большой вред государству, да? Сейчас вот люди ходят, а я вот не понимаю, какого вкуса это. Котлета, я не знаю, у меня после ковида вот сместилось обоняние. А у меня все волосы выпали. Ой, а у меня два родственника умерло. А они ходили к никакого ковида не существует. Вот, а ты сейчас решаешь продолжать. Давайте по ковиду пройдемся тогда. Давайте, давайте. У нас, значит, смертность на сегодняшний день от ковида 1%, да? Слушай, слушай, до конца слушаю. Вот, 1%, то есть, 1 человек из 100 умирает. Всего заразилось 600 миллионов, умерло 6 миллионов. При такой смертности, почему нарушаются права граждан? То есть, на право передвижения, на право работать, получить... Для чего мы слушали? Тебя смертность не устраивает? Тебя маленькая смертность? Сколько у тебя, давай назови цифру. Вот у нас в России 140 миллионов образно. Сколько тебя устраивает смертность плюсом? Вот есть какая-то смертность на сегодняшний день? В год столько-то человек. Сколько тебе надо добавить, чтобы тебе твои хотелки стали нормальными? Сколько можно добавить? Там 100 человек, миллион человек. Сколько можно добавить? 5 человек. Чтобы ты это считал релевантным, хорошим, нормальным. Сколько к обычной смертности тебе надо человек добавить, чтобы тебе ничего не побеспокоило? Я не говорю, что смерть хорошая вещь. Я говорю, что, например, смертность... Ты оправдал количество данных смертей, ты оправдал тем, что кому-то там работать некомфортно, прививку стоять некомфортно. Ты оправдал количество смертей, ты оправдываешь конкретно человека смерти. Я спрашиваю, сколько тебя устраивает? Какое количество смертей тебя устраивает, чтобы оправдать твои там неудобства по проставке прививок к возмущенным гражданам? Ну вот есть эпидемиологический порог какой-то, например, 20%. Ага. После чего власть может посадить людей под замок и не пускать их все из дома. Это оправданно. Так, то есть ты специалист, потому когда есть эпидемический порог, когда надо садить людей, когда не надо. Ты лучше нашего здравоохранения, ты лучше нашей администрации, всех уровней районов, городов, понимаешь ситуацию и знаешь, когда при таком эпидемическом пороге надо что исполнять. То есть группа камазистов, собравшихся на месте, все это лучше знает и решила поэтому побыковать или как? Не основу бы понять, чего это тобой движет-то? Ну, во-первых, я поддерживаю нашего президента, который сказал, что вакцинация это добровольное дело. А почему-то на местах власть не поняла, видимо, и решила делать недобровольно. Вот, нет, пожалуйста. Администрация тебе на местах говорит, это дело добровольное, но ты добровольно принимаешь на себя целый комплекс обязанностей. Ты не можешь прийти в детский садик и там чихать. Пункт первый. Но это добровольно. Не хочешь вакцинироваться, мы тебя не везде запустим. Все. Если ты там работаешь у себя на ферме, к людям не ходишь, работай себе нафиг. Если ты в местах общественного пользования тусуешься, в том числе разносишь на своих дальнобойных транспортах, заразу по всей России, перевозишь из одного пункта в другой, то, пожалуйста, будь добр, привейся. Или переседи этот период дома, если ты такой отъявленный антипрививившим. Все. Все нормально. А тебя никто не заставляет. Она сильно не приводит прививаться. Это же называется принуждением, когда тебя увольняют с работы. Нет, это называется увольнение с работы. Это не называется принуждение прививаться. Ты сделал свой выбор. Не хочу прививаться. Иди. Все. И не работай, да? Да, и не работай. Хочешь работать, привейся. А так или смени работу и не прививайся, или здесь привейся. Как хочешь. Твой выбор. Все. То есть добровольно получается, да? Добровольно получается. Тебя же никто в наручниках не привел прививаться. Никто. Ты можешь не ходить, можешь. Все. У нас вот губернатор Читы предложил оцеплять районы с военными, да? И по списочности всех вакцинировать. Это тоже добровольно? Так, подожди. Ну, во-первых, кто-то что-то предложил и есть документальная, действия. Предложил и сделал, или предложил и просто поболтал языком. У нас все, весь чиновничий аппарат, он состоит из людей. Люди могут что-то понимать, догнать, не догнать. Кто-то может откровенно тупить. Кто-то может после своих действий перестать быть губернатором. Там в Саратовске, как и у Аяцков, по-моему, ляпнул что-то не то и перестал был губернатором. Он сказал, что завидуют Монике Левинске и перестал быть губернатором вот за один ляп. То есть все нормально, все в порядке вещей. Какое-то иметь, аж никто не заставляет прививаться. Все. Ну вот почему я именно группу создал, я еще не забыл сказать. У меня двое детей, 7 лет и 9 лет. Ага. И ты решил, что не надо прививаться? Или надо? Нет, было так, ситуация такая была. 30-го числа, по-моему, или 1-го, когда я создавал группу, Гинсбург заявил, что через 3 недели будут проведены испытания новой вакцины на детях. Ага. От 6 лет. Ага. Он провел на своих детях эти испытания. Но у нас с федеральным законом запрещены испытания, пока не прошли все клинические испытания. Он провел испытания на своих детях, на себе и на своих детях. Ну, что? С законом, не законом. Да? Ты юрист, да? или тебе надо найти казус, тебе надо что-то, что-то несоответствие. Тебя вот эти несоответствия настораживают, тебе кажется, что непроверено. Ну, все нормально. Это осторожность, обычная человеческая осторожность. Все хорошо с этим планом. Ну, у тебя эта осторожность сочетается с желанием побыковать, собрать народ. Вот потому, что тысячи человек не стали собирать народ, брать какой-то флаг, становиться игрушкой в руках другого какого-то кукловода. А ты решил стать, сам стать игрушкой в руках кукловода и затянуть туда нормальных пацанов толпу. Я бы был не против своим стайл. Это его дети как бы, да, это его дело. Но они же провели, зафиксирован факт проведения испытаний на детях в приюте. На детях что? Факт испытания? Зафиксирован факт проведения испытаний новой вакцины на детях в детдоме, приют. Грубо говоря, ты понимаешь, что любая вакцина в конечном итоге испытывается. Когда я признаю, когда, вот, любая. И ее, когда признают безопасной, ее испытывают. Не, это делается для того, чтобы не сразу всех детей вакцинировать, а произвести сначала контрольную группу какую-то. Да, но это проводится на стадии не взрослых испытаний, а после четвертой стадии. Это после взрослых испытаний уже все делается. Потом берут на день ну и это сделано было. Так еще не прошли, не закончились испытания взрослой вакцины. Да, ты, ты, ты вот лучше их разбираешься в регламентах и решил, ты специалист по регламентах, да, камазист-специалист в регламентах. Ты знаешь, как лучше. Ты за всю нашу систему здравоохранения ты знаешь, как лучше, поэтому ты решил, что надо быковать и где-то на трассе в конечном итоге перекрыть движение, сделать микрореволюцию, чтобы там люди могли делать провокации и твоя конечная цель. Так, я просто посмотрел федеральные законы, которые запрещают проводить испытания на денег. Все, ты специалист-специалист-юрист, вакцинист, так получается. Лучше всех во всем братом. Я просто занимаюсь тамообразованием. Максим, все хорошо, замечательно. Ты можешь считать себя кем угодно. Ты можешь рассказать, развивать свою деятельность. Я считаю, твою деятельность вредоносной. Я считаю, что ты опасен для общества со своими продвижухами. Наивная опасность такая. Ты вредитель нашего общества. Такие люди разваливают страну, такие люди за благими целями довели нас до войны в Украине, хотели довести до войны в Белоруссии и так далее. Вы манипулируемые. Вас можно затолкать на любое. Нет ничего опаснее и беспощаднее русского бунта. Кто это сказал? Все эти слова это еще дореволюционные слова. Вот. И ты создаешь бунт, очаг бунта. Такими очагами можно пользоваться. Ну, ты делаешь свое дело. спасибо тебе не могу сказать. Кто-то тебе может сказать спасибо враги нашей страны. Я не могу тебе сказать спасибо. Спасибо только то, что пришел и у нас появилась возможность рассказать о том, что такие люди бывают. Что это вредонотная деятельность. Спасибо, Максим. Больше как бы ни на что. Но у меня еще один вопрос есть. Давай. Вот мы я слышал ваш разговор про маски. Ага. Про гигиену. Ну, что-то есть, да, и какой вопрос. В общем, у нас порекомендовали носить средства индивидуальной защиты. Ага. Порекомендовал значит Минздрав, Роспотребнадзор. Ага. Причем в рекомендациях они четко указали, что средства индивидуальной защиты, именно вот эти маски, должны соответствовать ГОСТу. То есть быть качественные. Так, хорошо. Я полностью согласен, что маски, то есть средства индивидуальной защиты, препятствуют распространению коронавируса на примерно на 30%. А как получилось на практике? У нас качественных масок нет ни в одной аптеке. ну вот этих, которые рекомендовали. Мир несовершенен, это да, в чем вопрос? Давай вопрос о предложении. Вот смотрите, что лучше, некачественная маска, которая используется более полутора часов, да? Ага. что безопаснее? Или ходить без маски? Конечно, некачественная маска, любая маска лучше, чем ходить без маски. Все? Ответ получше. она же является рассадником бактерий. Это второй вопрос. Она предохраняет на 30%, это уже регламент, и она не сразу становится некачественной, пока ее оплевали, пока она не стала грязной, из всего потока там 70% качественной, 30% некачественной. Зато мы не тратим время на определение вот этого всего, и человек может одеть и заниматься. Это пустое, я не вижу смысла тратить на это время. Вопрос задал, я ответил. Спасибо, Максим, за общение, предлагаем на этом завершить нашу 50. Спасибо.